так друзья сегодня у нас второй день серии rotax max как вы видите погода сегодня мега солнечная классная суперская в отличие от того что было вчера и сегодня у нас сегодня нас ожидают по два финальных заезда в каждом классе и награждение пилотов оставайся на нашем канале будет интересно сейчас вы можете наблюдать как прогреваются моторы перед заездом очень сумма ничего не слышно вот так проходит прогрев моторов мы находимся в предстартовой зоне перед первым финальным заездом вы можете видеть как ребята постепенно располагаются своих картах готовятся настраиваются и именно отсюда они поедут соответственно уже в гонку кто-то там заводит мотор последние технические проверки от технического комиссара данного этапа что-то он внимательно смотрит изучает для того чтобы не было какого-то читерства вот соответственно наш пилот стартует как я уже говорил с 10 позиции сейчас будет небольшой по идее инструктаж с главным судьей соревнований и дети поедут вы можете наблюдать следующую картину пилота собрали на предстартовый инструктаж с главным судьей где судья напоминает пилотом как правильно стартовать чтобы не нарушить ничего как вести борьбу ну и просто дает какие-то напутствия на гонку напоминает о том что гонка не заканчивается в первом повороте все должны вести себя корректно аккуратно и показать красивую борьбу вот собственно так это все и выглядит все стоят внимательно слушают у кого будут вопросы соответственно их зададут за моей спиной вы можете наблюдать борьбу в первом финальном заезде в классе микро вот так ребятки едут плотничком уже прошло примерно половина дистанции они практически не растянулись и продолжают прессинговать друг друга и бороться за мной вы можете наблюдать механиков которые стоят помогают своим пилотам показывают различные жесты о некоторых из данных жестов мы поговорили в этом выпуске или поговорим еще я не знаю когда это вставят но в общем вы узнаете что значит данные жесты для чего они используют и как механик или тренер поддерживает связь со своим пилотом во время заезда мы хотим вам показать как проходит прямая трансляция на серии rotax max но мы столкнулись вот с такой вот проблем серьезная проблема которая нас останавливает написан не входить идет трансляция как думаете зайти не зайти но давайте если мы зайдем то вы поставите лайк закрыто по ходу ну-ка макс помогай вот такая уютная комната но здесь стоят мониторы там идут уже тренировочные заезды мы не мешаем работа идет все это вы можете наблюдать в прямом эфире итак мы находимся в предстартовой зоне перед первым финальным заездом в классе rm micro и сразу можем обратить внимание на то что тех комиссия проверяет у всех ну не у всех у основной массы пилотов срабатывание муфты чтобы не было превышения определенных значений и чтобы не было читерства проверяют специальный приборчик который собственно определяет нужные значения нашу команду в данном заезде представляет владимир андреев стартует он с девятой позиции карт номер 7 хорошая стартовая позиция во внутренней части трассы вот конечно можно было быть чуть чуть поближе вот но все равно относительно отборочных заездов точнее относительно квалификации в отборочных заездах владимир отыграл позиции и сейчас продолжит я надеюсь их отыгрывать дальше почему я сказал что хорошая позиция потому что находится в со внутренней части трассы соответственно в первый поворот будет просто немножко попроще въехать чем с внешней части трассы и как вы могли заметить принципе логично нечетные места то есть первый третий и так далее это внутренняя стартовая позиция четные места 2 4 6 так далее это внешняя стартовая позиция вот на всех трассах по-разному но в основном принято такая практика что первая позиция стартует внутри а пока механики уходят и мы наверное тоже куда-нибудь пойдем чтобы не мешать и нас не сбили пойдем пилот нашей команды владимир сейчас находится в районе шестого или седьмого места и ведет достаточно жесткую борьбу вы можете видеть ее на своем экране володя у нас находится раз два три 4 5 на пятом месте даже вау прорвался но борьба не успокаивается осталось еще они не осталось уже все последний круг остался поэтому смотрим смотрим борется за пятое место его прессингует два пилота достаточно активно владимир обороняется осталось пол круга небольшой появился разрыв зазор между ними посмотрим как они отправятся в дальнюю связку достаточно сложная секция поворотов потом они выходят на дальнюю прямую и не на дальнюю точнее на обратную вот вроде к нему не залезли осталось небольшая змейка давай володя держи держи давай давай владимир занимает пятое место молодец молодец и так только что вы ну почти в прямом эфире можно сказать видели борьбу нашего пилота за пятое место напомним владимир стартовал с 10 позиции после первого же поворота владимир вышел на 7 примерно позицию хотя старт был достаточно назовем так потным сложным потому что были даже некоторые коллизии соответственно потом владимир еще отыграл парочку позиций и до самого финиша жесточайшим образом в рамках правил оборонял позицию периодически он ее терял но последние два круга были просто шикарными и владимир приехал пятым вот будем ждать следующего еще будет один второй финальный заезд где мы надеемся что тренер и механик проведут необходимую работу с владимиром с картам возможно внесут какие-то коррективы в настройку и мы попробуем ну точнее владимир попробует а мы его поддержим и заберемся на тумбочку и будем стараться а там посмотрим итак друзья как я и рассказывал между финальными заездами будут проводиться необходимые работы по внесению изменений в настройке карты вот собственно вы видите с машиной владимира сейчас работают и что-то вносят туда что мы не знаем если бы знали бы не сказали бы вам потому что это секретная информация вот это все знает наш инженер и соответственно другой технический персонал поэтому вот собственно что-то ну блин уже сейчас не делают а сейчас занимается обслуживанием в том числе таким меж интервальным если это можно сказать между заездами да то есть не только вносят настройки но и также поддерживает машину в чистоте потому что чистота залог успеха вот ну не прям залог конечно но тоже чем чище тем лучше тем более вы красивые и самому приятнее виталий руководители команды в м racing сейчас ответит на несколько реально интересных вопросов вопрос звучит так проводится ли анализ конкурентов именно пилотов то есть в других спортов часто анализируют других соперников на чтобы наши пилоты знали да там как он едет какие у него есть плюсы какие у него есть минусы безусловно мы следим за соперниками которые находятся близко к нашим ребятам и начиная от просмотра как они едут по трассе соответственно время мы их не засекаем вот и разбираем какие-то нюансы нюансы по настроек и настройкам их них машин вот исходя из этого составляем для себя определенную картину как работают наши соперники то есть это делается на постоянной основе следующий вопрос тоже интересно если конкуренция среди тренеров но я бы сказал что в нашем коллективе такой конкуренции не наблюдается все тренеры безусловно разные у всех есть какая-то своя изюминка кто-то что-то одно лучше делает кто-то другое но в целом это плодотворно влияет на тренировочный процесс потому что периодически бывает что у нас один тренер в ней не один тренер с одним пилотом могут работать нам на каких-то моментах соревнований тренировок разные тренеры и каждый тренер дает что-то свое в итоге пилот для себя выбирает именно то что ему подходит от того что говорит тренер то есть у каждого пилота есть еще и выбор это отлично такой вопрос а как стать тренером то есть это как правило бывшие пилоты или можно где-то этому обучиться но как правило это бывшие пилоты это те кто очень сильно любит картинг и даже если ребята не участвовали в профессиональных соревнованиях но многое есть для сами на любительском уровне понимают как работает карт что как работают траектории торможения что с этим нужно делать если они уже разбираются но есть и конечно же более титулованные высокого уровня ребят которые добились больших хороших результатов в спорте то есть они дают в общем большую хорошую информацию и последний вопрос сложно ли найти толкового тренера не просто то есть любого специалиста будь то тренер даже какой другой специалист то есть мы уже не раз сталкивались с тем что когда мы берем кого-то на работу человек рассказывает одно по факту когда мы видим как он работает то получается совсем другая картинка спасибо за ответы мы идем дальше итак друзья мы снова находимся на стартовой прямой сейчас готовимся к заезду в классе ротекс макс мини где наш пилот занимает пятую позицию на стартовой решетки вот это достаточно близко опять же выгодное расположение внутри соответственно есть возможность побороться за высокие места в течение гонки так друзья вы видите красный флаг у судьи им не потому что что-то произошло в заезде просто потому что ребята миники не смогли собрать нормальную колонну для старта и судья два раза не смогли собрать нормальную колонну и судья решил что с ними надо еще дополнительно пообщаться объяснить напомнить детям как правильно собирать колонну для старта вот собственно судья все это сейчас будет рассказывать им и доходчиво объяснять итак водителю который занимал первую позицию сейчас судья объясняет в чем он был неправ касаемо процедуры старта вот показывает ему на что обратить внимание и собственно уже возможно будет что-то предпринимать итак владимир продолжает гонку на 8 позиции к сожалению соперник неудачно атаковал его и в результате чего что владимир что его соперник скатились на позиции ниже с четвертого и пятого места соответственно ничего страшного это гонки владимир подбирается уже к номеру 87 который находится на седьмой позиции и будет готовиться обогнать его к тому же у него есть в запасе еще целых два с половиной круга для этого поэтому конечно добраться до первой тройки будет сложновато но за пятерочку можно попробовать уцепиться плюс-минус владимир обходит пилота за седьмое место молодец начинает дальше возвращать себе позиции самое главное что он не упал духом после того как попал в небольшую передрягу и продолжает с холодной головой действовать дальше понемножку отыгрывать отыгрывать свои позиции давай 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 красавец итак друзья только что мы стали свидетелями безумно эмоционального заезда в классе мини от нашего пилота владимира владимир финишировал шестым очень интересная борьба пойдемте встречать его в зону взвешивания итак наш пилот владимир занял шестое место в очень эмоциональном и богатом на событии заезде владимир был и на третьем месте но к сожалению атака одного из соперников на владимира была очень необдуманной и получается владимир немножко откатился вот сначала на восьмое место потом героически прорвался на шестое вот собственно наш пилот вот наш боец пилот как вы видите ушел общаться с инженером с тренером вот видимо им есть что то что обсудить вот пойдемте посмотрим на карт который как вы видите участвовал в борьбе у него там потертости от резины с одной стороны с другой так давай отходим не мешаем вот тут у него чуть-чуть вот боевой карт красавец ну что у нас завершился гоночный день на самом деле очень интересный насыщенный было всего много интересного конечно же мы постарались передать это все в выпуске вот но сейчас будет будет происходить награждение и как я вижу здесь очень обычные медали медали кубки то есть я вижу такое впервые обычно они выглядят немного иначе а здесь организаторы проявили прям такую креативность и выглядят они очень достойно и красиво ну что друзья подошел к концу наш большой репортаж с Рязани с прекрасной трассы Атрон где мы рассказали очень много всего интересного надеюсь вы досмотрели это до конца ждем ваши комментарии а на самые интересные мы обязательно ответим да друзья по промокоду WMSPORT вы можете получить скидку на абонемент в нашей школе картинга или скидку на выезд на спортивной технике по программе SPORTLIGHT в нашей гоночной команде WMRacing условия акции описаны в описании не забывайте подписываться делиться этим видео ну а мы с вами прощаемся но ненадолго пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok